Царю небесный, утешителя души истины, И же везде свище исполняй сокровища благих, И жизни подателю приди в силе сяны, И очистины всякие скверны, И спаси блаженуше нашу. Господи, благослови наше занятие, Недопусти нам уклонение от истины ни направо, ни налево. Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Марка, 10 глава, 11-12 стихи. В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, кто разведется с женой своей и женится на другой, тот кто любодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Так как и ученики соблазнялись касательно развода мужа и жены, то и они приступают к Нему и Иисусу и спрашивают о том же. Их образ мысли еще не совершенно был здрав. Господь отвечал им, кто отпустил жену свою и поимеет другую, тот становится прелюбодеем с эту вторую женою. Так же и жена, оставившая своего мужа и сочетавшаяся с другим, делается прелюбодейцей. Вопросы? Борис, микрофон выключите, пожалуйста. Если вопросов нет, если есть, то нет. Так. Нет вопросов. Все понятно. Евангелие от Марка, 10 глава, 13 по 16 стихи. Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, что Иисус вознегодовал, и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо так как...» «Здравствуйте, Божие. Здравствуйте, Божие. Микрофоны проверьте еще раз. Людмила Куликова, выключите микрофон, слышите меня? А где тут его выключить-то? Ну, обычно там под экраном четыре кнопки. Видеокамера, микрофон, плюсик, красная кнопка. Пас, выключи. А то сейчас я не тосно мешаю. Микрофон нажимайте, и он перечеркнут. Так, вот смотрите, сейчас. Так, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него. И обняв их, возложил руки на них и благословил их. Толкование. Велика была вера в народе, когда он одно возложение Христов в рук принял как благословение для приводимых к нему детей. А ученики не допускали приводящих, думая, что это недостойно его. Научая ученику смиренно мудрствовать и отвергать мирское надмение, он принимает и обнимает детей. Симон показывает, что приемлет незлобивых таковых, то есть стяжавших, такое же незлобие, какое дети имеют по природе. Ибо дитя не завидует, не помнит зла, и, будучи наказуемой матерью, не бежит от нее, но хотя бы и рубище она носила, предпочитает ее царицу. Так и добродетельно живущий предпочитает мать свою, разумеют церковь всему, и не увлекается житейскими наслаждениями. Царством же Божиим называют здесь проповедь Евангелия и обещание будущих благ. Итак, кто примет проповедь Божественную, как дитя, то есть нисколько не раздумывая и не допуская в себе неверия, тот войдет в Царство Божие и наследует те блага, которые уже приобрел верою. Комментарий Игнатия Латкина на слова блаженного Муфифилакта Царством же Божиим называют здесь проповедь. Блаженный толкователь отождествляет с проповедью вожделеннейшее для всех христиан Царство Небесное. Именно о проповеди Евангелия Спаситель сказал, какая страшная участь ожидает тех, кто скрывает истинное толкование, истинный путь в Царство Небесное. Лука 11, 52 Горе вам законникам, что вы взяли ключи разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. И судей 17, 6 В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Царством же Божиим называют здесь проповедь Евангелия. Когда нет научения из Евангелия, то овцы блуждают и расхищаются злыми делателями, ненавидящими истинное православие. Иезекииля 34, 6 Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Иезекииля 34, 10 Так говорит Господь Бог Вот я на пастыре и взыщу овец моих от руки их и не дам им в воле пасти овец и не будут они пищу их. И Прокосия 4, 8 Грехами народа моего кормятся они и к беззаконию его стремится душа их. Царством же Божиим называют здесь проповедь Евангелия. Вопросы, пожалуйста, синий. Идем дальше. Марка 10, глава 17 по 22 стихи. Когда выходил он в путь, подбежал некто и пал пред ним на колени и спросил его Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Иисус сказал ему Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему в ответ Учитель, все это сохранил я от юности моей. Иисус взглянув на него, полюбил его и сказал ему Одного тебе не достается. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Толкование. Некоторые ложно представляют сего юношу как хитрого и коварного искусителя. Это не так. Он был только человек любостяжательный, а не искусительный. Тот подошел к Христу как к простому человеку и как к одному из многих учителей. Христос как бы так говорит. Если ты почитаешь меня благим, как простого учителя, то в сравнении с Богом ни один человек не благ. Если признаешь меня благим, как Бога, то зачем называешь меня только учителем? Такими словами, Христос хочет подать высшую мысль о себе, чтобы тот познал его как Бога. Кроме того, для исправления же юноши Господь дает ему и другой урок. Если он хочет с кем-либо беседовать, то говорит должен без лести, а корень и точный благости знать один, Бога, и ему воздавать подобающую честь. Впрочем, я удивляюсь ему, юноше, в том, что когда все другие приходили ко Христу за исцелением от болезней, он сам просит о наследовании жизни вечной. Если б только он не был одержим, еще сильнейшую у него страстью среднолюбие. Господь не сказал «Продай по частям, что имеешь, и раздай», а «Продай за один раз и раздай», но только нищим, а не ласкателям и не развратникам. «Потом, приходи, последуй за мною, то есть усвои всякую другую добродетельность, ибо много таких, которые хотя и не стяжательны, но не смиренны, или смиренны, но не трезвы, или имеют другой какой-либо порог, взяв крест, это значит быть готовым на смерть ради его, не напрасно присовокуплено, что он много имел, ибо и малым владеть худо и опасно, а узы многих стяжателей и вовсе не разрешимы. Но и тот, кто юн по духу, легкомыслен, невнимателен мыслью, не устроен разумом, пусть даже продаст имение свое, как то, гнев и похоть со всем тем, что от них прозябает и отдаст, бросит бесам, которые, суть, нищие, лишены всякого блага и богатства, потому что отпали от благости Божьей, и потом запоследует Христу. Ибо тот только может последовать Христу, кто отвергнет богатство грехов, которое есть с достоянием бесов. Вопросы? Евангелие от Марка, 10 глава, 23 по 27 стих. На, Тихонеч, что-то хотели сказать? Да. Дело в том, что Феофилакт, главный упор делает раздай имение, то, что мешало ему. Но следовать за Христом и иметь попечение о том, что у тебя есть, это невозможно. Вот мы поехали в миссионерскую поездку по Европе, все прекратилось. Ни звонков, чтобы не было ничего, жена там, огороды, скотина, ничего у меня нету. Вот это советует Солженицын. Солженицын, если ты пошел в тюрьму, порог переступил тюрьмы, я пришел умереть. Вот тогда ты годен для какого-то дела. Тебя уже не могут они сломить. А то мы то сделаем. А что ты сделаешь, когда я от этого отрекся? Так и здесь. Главное следовать за Господом. Монахи-то есть такие богатые бывшие. Они все пожертвовали. Отдали куда? В основном монастыря. Они куда не пошли, дальше засели. Дальше ты и следуй за мною. И. Так вот это главное, это есть имение или нет. Вот раздай имение, это его конкретно коснулось. Остальным-то Господь и не говорил. Он сам напрашивался на это. Главное здесь следовать за Христом. А Христос куда пошел? На благовестие. Исповедать об отце своем, что он послал его. Здесь-то не получилось никак. Миллионы, не сотни, а миллионы монахов заперлись. И главное-то их родина где? Макарий, египетский, пустыни. А теперь-то пришел полумесяц под зеленым светом, с кровью. И все полетело вверх тормашками. Раивские старцы там есть в житиях. Первое и второе истребление их. Просто истребляли их, которые пришли. Там еще раньше было, к другому периоду относятся. Следовать за Христом, значит, нужно знать Писание, иметь ревность по спасению душ, выпросить у Бога талант, слово, вера, отслышание. Смотри, сколько за этим. А раздать имение можно не ходить. А расписку написал, раздайте имение. Все, оно ушло. А сегодня об этом и Фефилакта на это упор не делает. Почему? Уже монашество все захватило. И поэтому пришит она чистую пустоту. Мухаммад-то пришел, сопротивление-то духовное никто не оказал. Нет. А если бы первые были христиане, и он бы так вот пришел, стал делать, они бы ни один не сидели. Он бы казнил их. А и казнили. Казнили не два человека, а 475 тысяч. Полмиллиона. И они шли. Гури, Самон, Авиф. А спроси биографию. Одного арестовали. А где, который арестовывает? Да там Бобик уехал вперед. Они идут ночью и кричат, где вы пришли из НКВД? Где тут КГБ забирает людей? Мы вот они стоим. Так что в церкви вынесло было решение не делать этого. Вот как люди стремились зайти на костер. Одного привязали, а рядом пять человек заскакивали. Сами, живьем. Потому что и это пошло не тем путем. А что нужно? Гонят в одном городе. Спасайся в другом. Беги. Не стоя, беги. Спасайся, чтобы проповедь понести. Ну а какие тут такие примеры могут быть? Примеров очень много. Конечно, главный пример наш Господь. Он уклонялся, когда гнали за ним. Написано. Иоанн Затауст называет его Великий Беглец. Когда он был еще младенцем, мать бежала с Иосифом в Египет. Великий Беглец. Так что упрекать не надо. Зарубежная церковь. Они бежали, нас бросили. Мы страдали. Я говорю, где страдали? По курортам, с чужими женами? Страдальцы нашлись. Вот первые, которые остались, не успели уйти за границу. Это страдальцы. А вы-то какой? Полностью КНКВД, КГБ все это вам завладело-то. Сергиевская декларация. Тут надо все расставить по местам. И когда мы слышим «Оставь все», тут говорит не только телесное, но и духовное. Что тобой обладало как имение? Это гнев, раздражительность, похоть. Все выбрось. Раздай нищего. А кто нищий? Демона. Выброси им. Это его товар. И следуй за Господом. А куда? От селения к селению. Бесноватого исцелил. Я пойду с тобой. Не надо идти домашним свидетельствуй. И он пошел, ничего не зная. Не домой пошел, а по городу. Он даже больше сделал, чем Господь сказал. Сегодня-то ничего этого нету. Вот батюшка сегодня позвонил мне по телефону и рассказывает. В Симферополе был. Вот где наш батюшка был. У ворот, говорит, сижу, выходит, говорит, как Голиаф. Диакон кто-то. Такой, говорит, нас троих надо сложить вместе, чтобы он получился такой. И только подошел сразу. Вы из Сибири? А я говорю, думаю, ну наконец-то пригласят сейчас пообедать. Монахи. Из Сибири. Они из Барнаула? Из Барнаула. И Лапкино знаете, или к ним принадлежите? Батюшка, говорит, до того удивился. Симферополь, монах, монастырь. И что? Ереси проповедуете? К баптистам людей уводите? Батюшка, говорит, да наоборот все. Наоборот. Он ушел, больше не пришел, и не встретился нигде, и не мог где найти его. А может быть, и человека не было. Под видом Голиафа явился другой борец. Вот как нужно рассуждать. Это Писание к этому призывает. Где бы ты ни был. Вот фильм Еремия. Он его бьет, Сафат, там, начальник, замолчать. Бьет там рукояткой, меча и локтем. Он падает, спина еще целая, поднимает глаза, и так говорит Господь. Он снова бьет, он полуживой опять поднимает, вот так говорит Господь. Вот нам пример. Отошел. Продолжение следует. И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою, кто же может спастись? Иисус, возрев на них, говорит, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Толкование. Не богатство само по себе есть зло, а берегущее его злы и достойное осуждение, ибо должно не иметь его, то есть держать у себя, а употреблять на пользу. Оно потому и называется богатством, что назначено для полезного употребления, а не для сбережения. А слово трудно значит здесь тоже, что невозможно. Богатому человеку действительно слишком трудно спастись. Под названием верблюда, разумеется, самое животное или толстую верфь, верфь канад, употребляемую на больших кораблях. Итак, человеку, пока он богат, невозможно спастись. Но от Бога это возможно. Все становится возможно, когда слышим Слово Божие. Невозможно тогда, когда рассуждаем по-человечески. Но почему ученики так изумлялись при этих словах? Ведь сами они никогда не были богатыми. Я думаю, что они во всем случае заботились о всех людях, так как уже начинали быть человеколюбивыми. Грех, как немощь, невозможен для Бога. Но может ли Бог, говорят, сделать и бывшее, как не бывшее? На это, скажем, Бог есть истина, а сделать бывшее, как бы не бывшее, есть ложь? Как же истина сделает ложь? Для этого ему надлежало бы сперва изменить свое существо. Говорить таким образом назначало бы сказать, что Бог может не быть и Богом. вопросам. Ну вот это вот здесь бывшее, как не бывшее, сделать это есть ложь, есть такое выражение. ну давайте начнем с чистого листа, как будто ничего не было. Вот. Такое вот нам предлагала Московская Патриархия, когда сватали стороне к нам. Ну как же, позвольте, но как же покаяние дали нас так же с чистого листа. И вот здесь об этом Ирина Тихонович говорится, да, то есть истина она не может как бы говорить. Правильно я вот понимаю это место толкования это? Тут еще надо вот что добавить. И раздай нищим. Понимаете, нам кажется все понятно. Мы раздай нищим. Я ставлю вопрос, каким? Тогда социального обеспечения не было. Пенсии никто не получал. Никто, что накопил, этим он жил до старости, до смерти. Нигде не было ничего. Это сегодня там бомж, любой, все равно он пенсию будет получать. А если еще дети есть, да маленькие, да вообще получают с места, говорите, двигаться. Он в Германию, они приезжают эти с юга там, с Африки откуда. И они, говорят, ребятишек-то рожают много, и он получает за каждого ребенка, ему работать не надо. Не работают совершенно. Ну вот Наталья там, она лучше это знает, я в Германии-то был, слышал это дело. Кто нищие? Вот именно те, которые нуждались, калеки, которые не могли работать. Об этом патриарх Геннадий говорит так, ты лег спать, и под окнами вдруг слышишь вопль кричит, есть хочу. Ты лежишь на мягкой постели, а он около дома твоего прижался, под него вода подтекает. Он не евший второй день, тут надо помочь, уже не говорить, кто он, какой, как, чтобы он не умер с голоду. А вот дальше-то, если он сегодня, вот сейчас кормят их, специально столы такие открывают, ну там разные сектанты это делают, им деньги присылают, а они выпивают, приходят, день насобирают бутылок, там что угодно, опять, и завтра, и послезавтра, здоровые 30-летние парни, ну их видно сразу, алкаши пропиты, ему-то зачем давать, тут же тебе святого Нифон-то встретишь, если такому даешь, ты отвечать будешь, а как? Пример оставил нам Иоанн Кронштадтский, он этих находил и поднимал на ноги, специальное предприятие открывал, вот была раньше артель инвалидов, слепые работали, вот Иван Андреевич был, Волчатников здесь молился, он умер уже сейчас, и вот он работал, там что-то засобирали, они там тошили, они вообще многое могут делать, слепые это, и он себя не считал каким-то наижневением, руку не подавал, чтобы подали ему, поэтому, когда мы где-то помогаем, хоть миллионер, миллиардер будь, скажи, к чему ты расположен, какая специальность, давай, у нас было такое, около церкви просят, у него костыли с собой, вот лежат рядом костыли, вот я убегал, там он рассказывал нам, это, попал под поезд, и мать его не любила, выгнала, Анатолий, мы говорим, поехали по Теряевку, у нас есть, там землянка такая, сейчас весна, май месяц, ты помог у тебя раскопать, там свахать, и ты посадишь, у тебя все будет уже осенью, ты не будешь, ну мы его пригласили, где живем, домой, сестры там обстирали его, подшили, все, его не узнаешь, договорились, завтра утром рано, рано, часов так, в шесть, мы отъезжаем отсюда, это остановка там, где Дринцевская, около Покровского собора, и мы берем тебя в Теряевку, согласен, согласен, утром пришли мы на остановку, его нету, теперь, когда мы его видим, где около церкви, он сразу голову отворачивает, он просит, у него с собой целлофановый мешочек, мешок длинный такой, костыли настоящие, подмышки, он деньги просит, мы узнали сколько, в день по три тысячи наколачивал, и он эти целлофан, костыли, подмышку, и пошел домой, я рассказал об этом главному редактору нашей губернской газеты, Шевчук Ольга Николаевна, она говорит, мы ему помогать хотели, мы его договорили, нет, с этого положения трудно стронуть, с человека надо понять, а его именно голодом надо пробивать, ему давать нельзя, нельзя, он может работать, почему я должен его кормить, я эти деньги лучше направлю на другое дело, вот он сидят там, играет на чем-то, а им кидают, а он бывает поет нехорошее, и он видит видение, как только бросил там, ну тогда были деньги, это не бумажные, а железные, в ту же минуту, эта монета оказалась в пригоршне у сатаны, в аду, и он это, Ниппон, все видел, вот этот вопрос надо ставить, у нас к истинному православию есть, и там написана статья о милостыне, там все подробно написано, значит, в добродетели покажите рассудительность, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении, благочестием, любовь перечисляется, в добродетели, рассудительность, а помогай любому, в смысле, что он нуждается, тогда любому, а он, я знаю, вот пять лет, и он, как сидел около церкви, так и дерутся между собою, отошел. Маргария от Марка, 10 глава, 28 по 31 стихи. И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сия среди гонений, и не получил бы ныне во время сия среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веки грядущем жизни вечной. Многие же будут первые, последними, и последние первыми. Толкование. Хотя Петр немногое оставил ради Христа, но это немногое называет все. Видно, и немногое имеет узы пристрастия, потому достоин ублажения и тот, кто оставляет немногое. Петр один спрашивал Христа, но Господь дает общий для всех ответ. Всякий, кто оставит жену или матерь, говорит это не с тем, чтобы мы оставляли родителей беспомощными или разлучались с женами, но научает нас благоугождение Богу предпочитать всему плотскому, так как от проповеди Евангелия имела возгореться брань между людьми, так что дети должны были отрекаться от отцов, что Господь и говорит, кто оставит ради Евангелия плотское родство и вообще все плотское, тот и в 7 веки получит все это во 100 крат более и в будущем жизнь вечную. Поэтому уже не получит ли жен во 100 раз больше? Да, хотя проклятый Юлиан и глумился над этим, ибо скажи мне, какую пользу приносит жена в хозяйстве мужа? Вообще она заботится о пище и одежде для своего мужа и в этом отношении вполне обеспечивает мужа. Посмотри же, как это было у апостола. Сколько жен заботились о доставлении им одежды и пищи и служили им, так что сами они не имели поопечения ни о чем, кроме слова и учения. Подобно тому, как апостолы имели многих отцов и матерей, какими были для них все любившие их и сердечно заботившиеся о них. Петр оставил один дом свой, а впоследствии имел как свои все домы учеников своих. Он и ныне по всей земле имеет светлые домы, храмы во имя его. А еще важнее то, что святые наследовали все это в изгнании, то есть будучи гонимы за веру Христову и в жестоких страданиях. Но их страдания не были бесславием на них, ибо они, казавшиеся в нынешнем веке последними по причине претерпеваемых им скорби и гонений, будут в будущем веке первыми за свое крепкое упование на Бога. Фарисеи, бывшие первыми, стали последними, а те, которые оставили все и последовали Христу, сделались первыми. Вопросы? Марка 10, 32 по 34 стихи. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав 12, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам и осудят его на смерть и предадут его язычникам и поругаются над ним и будут бить его и оплюют его и убьют его и в третий день воскреснет. Толкование. для чего Иисус предсказывает ученикам что с Ним случится? Для укрепления духа их, чтобы они предварительно услышав об этом мужественно перенесли, когда это сбудется и не были поражены внезапностью, а вместе с тем они должны были знать, что Он страждет по воле Своей. Ибо кто предвидел страдания, тот мог избежать их, а если не бежал, явно что волею предает себя на страдания. Но так как открыть о своем страдании следовало только ближайшим ученикам, то Он и предваряет всех на пути, желая отделить учеников от народа. Еще же упреждением всех и поспешностью Своей на пути, Господь показывает и то, что Он поспешает к страданию и не убегает от смерти ради нашего спасения. Все, что высказывает Он всем случай, хотя и прискорбно, но за все себя утешает тем, что третий день воскреснет. Вопросы? Евангелие от Марка 10, глава 35-38 стихи. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы Иаков Иоанн и сказали «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам о чем попросим». Он сказал им «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Но Иисус сказал им «Не знаете, чем вы просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я прещусь?» Толкование Другой евангелист сказывает, что мать Ифьякова Иоанна приступила к Иисусу. Но вероятно было то и другое, два синие апостола стыдя других, послали наперед мать свою, а потом и сами подошли особо, как это обозначает евангелист. Восхождение Христа в Иерусалим, о котором он беседовал с учениками, они поняли так, что он идет воспринять чувственное царство и уже по воцарении потерпит те страдания, которых предрекал. Думая, таким образом они и просят восседание по правую и по левую сторону Христа, потому и Господь укоряет их, как неразумеющих, чего просят. «Сесть одесну и меня есть дело самое великое, превышающее и ангельский чины. Притом вы мечтаете о славе, а я призываю вас на смерть. Чашу и крещением называет он крест. Чашу, потому что крест, как чаша вина, скоро должен был привести его ко сну смертному. И он готов был принять чашу страданий, как сладкое для себя питье. О крещении, потому что крестом он совершил очищение грехов наших. Но ученики, не уразумев слов Господних, дают со своей стороны обещания, думая, что он говорит о чаше чувственной, о том крещении, какое было у иудеев, которые предвкушением пищи омывались. Вопросы? Дальше Иван Глядмарка, 10 глава, 39-40 стихи. Они отвечали, можем, и суд же сказал им, чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую, не от меня зависит, но кому уготовано полкование? Здесь представляются два недоумения. Первое, уготовано ли кому это сидение? Второе, нужен ли всеобщий владыка? Второе, неужели всеобщий владыка не может дать всего сидение? Отвечаем, никто не будет сидеть ни справа, ни слева. А если и слышишь, что в Писании многократно говорится о таком сидении, то, разумею, не сидение в собственном смысле, но высшее достоинство. Мне, праведному судье, не свойственно дать вам такое достоинство по одной любви к вам, иначе я не был бы правосуден, но такая почесть уготована только подвязающимся. Итак, вы, сыны Зеведеевы, можете быть и будете мучениками за него, но если кто вместе с мученичеством будет иметь и всякую другую добродетель больше вас, то будет иметь преимущество пред вами. Вопросы? Лангель Марка 10 глава 41-45 И услышав, десять начали негодовать на Якова Иоанна. Иисус же подозвав сказал им, вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Толкование. Ученики, еще осуждая по-человечески, впадали в зависть, поэтому и негодуют на двух апостолов. Видно, увидели, что прошение последнее не принято Господа, но отвергнуто, тогда и негодовать стали. Пока сам Господь оказывал предпочтение Иакову Иоанну, прочие ученики, видя это, терпели, но когда те два ученика стали сами просить себе почести, то прочие уже не терпели. Так еще несовершенны были они в это время. Но после увидим, как каждый из них уступал первенство другому. Теперь же Христос врачует их, сначала усмирив и для того приблизив их к себе, что и означает слово подозвав. Потом показывает, что восхищать у других честь и домогаться первенства есть дело язычества, ибо языческие властители насильственно покоряя другие свои власти. А мои, говорит ученик, не так, но кто из них хочет быть велик, тот пусть служит всем, потому что это признак великой души. От всех терпеть и всем служить. На это есть и пример вблизи. На самом деле не только послужить, но и умереть за того, кому служишь. Что может быть выше и чудеснее сего. Вот такое служение и смирение Господа было высотою и славой как для него самого, так и для всех. Ибо прежде его человечения он был ведом одним ангелом, осаделавшись человеком и претерпев распятие, не только имеет ту славу небесную, но принял и другую и над всею вселенную царствую. Вопросы. Беже Виталий тут. 46 по 52 стихи 10 глава. Приходят в Ирихон, и когда выходил он из Ирихона с учениками своими и множеством народа, Варти Мэй, сын Тимеев, слепой, сидел в дороге прося милостыне. Услышав, что это Иисус на заре, он начал кричать и говорить, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Многие доставляли его молчать, но он еще более стал кричать, сын Давидов, помилуй меня. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, не бойся, вставай, зовет тебя. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, чего ты хочешь от меня, слепой сказал ему учитель, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Толкование. Как народ чтит Иисуса, даже запрещает слепому кричать, как бы тут приходил какой-нибудь царь, а спрашивает Иисус слепого для того, чтобы не сказали, будто он дает не то, чего слепой хотел. И благорассудна была душа слепого, ибо по исцелении он не оставил Иисуса, но последовал за ним. Вопросы. Евангелие от Марка 11-21-6 стихи. Когда приблизились к Иерусалиму к Ифаге и Вифании в горе Иллионска, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо пред вами, входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился, отвязав его приведителя. Если кто скажет вам, что это вы делаете, отвечайте, он надобен Господа и тотчас пошлет его сюда. Они пошли и нашли молодого осла, привязанного в ворот на улице и отвязали его. И некоторые стоявшие там говорили им, что делаете, зачем отвязываете олененка? Он отвечал им, как повелел Иисус, и те отпустили их. Иисус часто приходил в Иерусалим и в другое время, но никогда с такой славой, как теперь. Прежде по причине зависти иудеев он скрывался, а теперь так как наступило им самим определенное время, страдание идет открыто, дабы если пожелают, то разумели славу его и через исполнение на нем пророчеств познали истину. А если не пожелают разуметь, то чтобы это обстоятельство послужило большему осуждению их, как неуверовавших и после столь славных чудес. Ибо смотри, сколько здесь знамений. Господь сказал ученикам, что найдут оленка, сказал, что им будут возбранять, а потом когда ученики скажут, что Господь его требует, позволят взять. Ибо немаловажно и то, что апостолам назволено было увезти осленка. Это не могло бы быть, если бы на владетелей осленка не действовала сила Божия, побуждающая отпустить осленка. Они были люди бедные и рабочие. И надобно знать, что Господь сделал это не напрасно, ибо прежде он не требовал осленка, а Пеший многократно обходил Галилею и Иудею. Но он показывал через то, что возобладает языческими народами, непокоривыми и ненаученными, как ослиатом. А они были привязаны грехами своими на распутии, то есть в жизни сей приворотах, то есть вне церкви. Но ученики разрешили их посредством прещения и веры, и они подъяли на ремена свои Господа, а апостолы подложили на них ритм своим, то есть все истинные правила добродетели. Прежде язычники, будучи ноги, были безобразны, делали беззаконные дела, но с того времени, как были приведены и ко Христу апостолами, они научились ходить благопристойно, потому и Христос подъят ими. Кто же были владители осленка, возбранявшие взять его апостолом? Без сомнения, безы. Однако апостолы были сильнее их. Евангелие от Марка, 11 глава, 7 по 10 стихи. И привели осленка к Иисусу и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постелали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постелали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали. Осанна благословен грядущий во имя Господне. Благословен грядущий во имя Господа Царство Отца нашего Давида. Осанна Вышних. Толкование. Пока простой народ бывает неиспорчен, он познает полезное. Вот почему теперь они воздают почести Иисусу. Каждый просили своей. Но что говорили они прославляя его? Настоящую песнь они заимствовали у Давида. Слово же Осанна по мнению одних значит спасение, а по другим песнь. Но первое мнение лучше. Иван в 117 Псалме сказано «О Господи спаси же», а по-еврейски написано Осанна. Царством же Давида они называли царство Христово. Во-первых, потому что Христос происходил от семени Давидова. Во-вторых, потому что Давид значит сильный рукою. А кто другой так силен рукою, как Господь, руки которого совершили столь дивные дела? Но постелим и мы одежды свои, то есть плоть свою, ибо плоть есть одежда души. Покорим ее Господу. Устелим путь нашей жизни, срезавая с дерев ветви, то есть подражая житию святых. Ибо святые суть как бы дерева, с которых срезают ветви, подражающие добродетелей. Но дела наши и предшествующие и последующие добудут славу Божию. Ибо ныне в предшествующей жизни показали доброе начало напротив последующая жизнь их не такова была и служила не к славе Божией. Вопросы? Игнать Тихонович, есть что-то добавить? Ну-ка, для нас все это на бумаге сказанное не очень проникает в нас. В нашей жизни такого никогда не бывало и не будет. Поэтому надо войти в эту обстановку воображением. вот они ученики идут. Он их приближает к себе. Почему? Всем это за раздорость и по-человечески рассуждать посеял Господь, а этого быть не может, в нем греха нет. Но это терпимо было, как он говорит, до тех пор, пока они сами не стали домогать этого места. А, вот в чем дело. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, как говорят. А вот теперь-то и вопрос. Кто сегодня более всего заражен этим тщеславием? Это тщеславие. Тут оно вышло в неприкрытом виде, верхом на коне. Самое тщеславное общество это епископат. Об этом Ян Затауст говорит, все святые отцы. У меня случилось однажды, у нас был одно время епископ, а когда его нету, мы служим вот это так называемое апостольское служение. Виктор Николаевич там часть что-то не считается, остальное прям по вечерне, утром там считать. А я епископу и говорю, вот сейчас вы приходите, сразу вас встречают, репиды, дикерии, несут вам все это. А вы можете так, вот сейчас прийти, ну, не в цивильном костюме, хотя бы там монашеском, ни ризы, ничего не надевать, и стать сзади-то потихоньку-то, и постоять, и посмотреть, как служба-то идет-то. Ну, зачем это, что вокруг вас такая толкотня-то идет, все, с пуговички застегивая, до расческу дают, до руки ему мыть, как будто он пришел откуда-то и руки не помыл. Как мне полковник один позвонил, говорит, а что, говорит, он, патриарха, застегивает, но сам застегивать не умеет. Ну, людям это непонятно, зачем это нужно, они на коленочке становятся, ну, на одно колено, и нижние пуговки застегивают ему, такой порядок, чтобы они раком не становились. Вот они тщеславятся. Я говорю, вы можете стать позади всех и молча стоять и смотреть, как идет служба, да и помолиться-то, ну, вокруг тебя, когда колготятся, священники говорят, молитвы-то никакой нету, там строгий регламент, то это не так, то это не так, архиерий недоволен, прям сердится, а эти трясутся, я говорю, да ты мой, какой молился-то, тут-то выгляди, полку даст тебе. Не вовремя подал, не так повернулся, не вовремя вышло, сказал не так. Я говорю, встали, спокойно, один из нас. Я не ожидал от него такого, он говорит, вопросов нету, я и стану сегодня. Приехал к нам епископ, а мы его пригласили постоять, ничего тут в этом нету. Ну, а когда он уже так сказал, мы говорим, да ладно уже, не надо, давайте. И он, правда, провел богослужение, без этой помпезности, просто так, нам это понятно и близко. И вот теперь говорит, по праву и по леву, это они решают. А простеца-то, который кузнец, об этом мы считаем, у Сирахова, без них город не настроится, не застроится город-то, ни каменщика, ни плотника, ни стекольщика, ну, раньше не было, как город строится будет. Но их не приглашают на решения судебные какие-то, то другое. А без них и город не построится. Так без мирян-то, как назвать, мирян-то неправильно. Мы все верующие, святое общество. Сказать так, простолюдин, может быть, даже, но мирян-то совсем не годится. С нас-то тоже спрос будет. если вот этой нижней ступени-то не будет, на которой все трушеники стоят-то, а он один-то и литургию совершать не может, когда никого нету. Это очень просто воевать-то с этим тщеславием. А этот работяга пришел там с завода, токарь какой-то, слесарь, он стоит только, чтобы не упасть, и все, стоит, ничего никто не понимает. Вот тебе и лево, и право, мне ипархиальная газета тут поступает, я читаю, гляжу, они прям сочатся газеты этим тщеславием. А вот столько-то выступает губернатор, его там хвалят, ну, царство Божие на землю принесли. А он идет благовествует, как Павел? Да нет, конечно. Он шаг унеси без лимузина не шагнет. Да ни одна машина в гараже еще стоит. Ну, вот сегодня как это рассмотрим, и мы поймем тогда, вот оно, куда ведет все. нас от этого Господь избавил, скажем так. Ну, высокого-то нет, хотя и на низу можно там бороться, и корову будается, кому ближе быть, и овечки бьются. И все-таки, благодари Бога, что у тебя никакой должности нету. А с кого спрос больше-то? С мужчиной, конечно. женщина-то легко не так сделала, а муж рядом, он подскажет. А у него глава-то Христос, ему-то вызвать Христа на разговор-то надо молиться, да и может быть, и не только дневная, но и ночная молитва. Ты вот дальше начинаешь, когда рассуждать, и видишь, жена в более привилегированном положении находится. И так сразу ее раз подсказал, и она говорит, а муж рядом, видеть не так, он подскажет. А мне кто подскажет? Это только на молитве. А живой связи с Богом-то в подавляющем большинстве даже неизвестно людям. Вот теперь разберись, кому больше спасаться. Хотя Соломон говорит, из мужчин я нашел одного на тысячу, а из женщин вообще не нашел ни одной, которая бы соответствовала параметрам, когда войти надо. Вот так. И вот мы говорим, вот они тебе пришли и кричали, ассанна. Ну ассанна можно кричать. А так не просто ассанна кричали, ассанна вышних. И благословен гряды во имя Господне. А что означает вышних? Это по-нашему сказать, спасай от вышних. Господи, помилуй нас с небес. Вот дословно уже сказать. Господи, помоги нам небесной силой Твоей. Это так вот, ну более приближенное уже, чтобы все вошло в норму. Вот куда надо обращаться. Ничего нету, все отступили. И вдруг Господь показывает. Я рассказываю такие истории, которые ГОП помогает. У нас тут на днях такое было. У одной сестры родители померли. А мать была заботливая, и деньги-то не отдала. А куда-то дело и найти не могут. Вот сестра поискала, поискала, и нет нигде денег-то. Ну, а лишнее-то еще они были. А мне, говорят, заберешься, в Потеряевке строится, давай, там разное, как шифонеры, столы, тумбочки, там еще в доме-то что было-то. Ну, призы поставили. А у меня брат-то пошел, вот он на днях-то стал все это смотреть, там вытряхать, лишнее убирать. А смотри, что-то там внизу, на нижней полочке-то там, где, как ящищи которые-то. И оказалось, это туда мать положила. И спустя уже сколько времени вдруг вот нашлось, нашлось, а не наше, но благодарение Богу. Вот надо так было, потребовалось, нам потребовалось, пошел, да внимательно такой брат заглянул и нашел. И теперь что? Осанна Вышних. Мы Бога прославили, Бога, ну, польза-то нам никакой, а польза та, что все стало на место. Может быть, мать-то молилась уже на той стороне. Надо научиться вот это видеть. Это прямо вот у нас произошло буквально день назад. Богу слава Вышних. Что нашли-то? Что нашли-то, Игнатий Тихонович? Деньги, деньги нашли, которые мать спрятала, как бы, от дочери. А в советские, да? Да, мать не отдала, чтобы деньги сохранились где-то, спрятала. А дочь-то начала раздавать эти, которые там лишние-то, столы, тумбочки-то. Ну и нам привезли много. Мы их поставили в гараж, на склад, и они стояли там, год стоят там, и нам нужны нету. А в это время пошел наш брат там и нашел. Он не думал, что-то там белеется внизу в ящике. Это вытаскивает, это сверты, как раз деньги. И немаленькие. Вот как Бог удивительно делает. Ну, сразу отнесли, там сестра, конечно, возрадовалась, молилась, и все нашлось. Это даже нарушение не придумаешь. У вас тут новые люди, Сергей, ты скажи им, что женщины, девушка она или кто-то, без головного убора молиться не может. Надо, чтобы в платках были. Надевайте платки. Посмотрите, пример, на мусульманах. Вы ни одной не увидите, чтобы она была непокрытая. У нее хиджаб. Так она не христианка. А мы христиане. Жена постыжает голову, то есть бесстыжая. Вот это уже нам не нравится. Это уже Писание наше говорит. Женщина должна быть все время в платке, потому что в любой момент тебе надо помолиться, чтобы без платка тебя никто не видел. Я у казахов делал печку, я печник, и казашка кое-что мне рассказывала, говорит, у нас так, чтобы волосы твои ни луна, ни солнца не видели. Ну, бывает, человеку пять раз скажешь, а он все равно, ну, только делов-то, вы чего командуете. Вот мы приехали в Шарщино, это бывший районный центр, мы сейчас его соединили с Тюменцевой, и директор, я сейчас ее, может, неправильно назову, кажется, Галина Георгиевна, вот, такая приятная женщина, ну, и все это рассказывает, а я так между делом и говорю, она в брюках, я говорю, а у нас уже женщины, да, женщины, я говорю, брюки не носят, это нехорошо, это мерзость перед Богом, то есть вы будете мерзавкой. Ну, дальше я разговариваю, обернулся, а ее нигде нету, я говорю, а куда же она делась-то, никто не знает, а она мигом домой, юбку надела длинную до полу почти, и уже стоит рядом, а я ей говорю, дальше-то смотрю на нее, я говорю, у нас не принято, чтобы были крашеные женщины, это шушера вся лишняя, лежу, она опять скрылась, она в свой кабинет, и мигом губы отпарила, и стала опять рядом стоит, а может я рядом буду с вами сфотографируюсь, понимаете, как Бог располагает мгновенно, первый раз видим, ну, я-то какой, обожженный там весь, ну, не знаю как, а другая такая, тоже директор, вот, мы же уезжаем, она сфотографировалась, а можно я вас поцелую, вообще, что значит, она сразу приняла все, одела, сказала, и это дерево будет расти, не жди, не жди, когда тебе пятый раз скажут, пятый может не наступить, может сегодня и кончится, я не сам говорю, это Господь говорит, это знак власти над ней, мужчины, а я не замужем, не надо это говорить, ты женщина, даже маленькая девочка, грудной ребеночек, и должен быть по точке, вот у нас это строго выдерживается, тогда можно что-то ожидать, а когда с детства, она разлохмаченная, кудлатая, кикимора, ничего с ней не сделаешь, Игнать Игоревич, меня слышно, вы вот говорили, помните про девство, что сейчас в суе про девство говорить, ну, я согласен с вами, ну, мне кажется, и вот сейчас про платки, вот про это все тоже в суе говорить, потому что вот мне сейчас, мне, кстати говоря, не, ну, между делом говоря, что мне не засчитали, эти часы, я сейчас снова отрабатываю, ну, мои часы, вот, все, что суд присудил, 80 отработать часов, и я вот сейчас, мир, прям, во весь рост передо мной встал, ну, вообще, то есть, женщины, просто, это не женщины, это, я не знаю, как их назвать, абсолютно неповиновение, никому. Так, а почему не засчитали-то это? Ну, не засчитали, потому что, говорит, мы только вот сотрудничаем с теми, с кем мы сотрудничаем, а вот какой-то ИП барабаш, кто это такой, не знаем такого, давай, давай-ка иди вот с кем мы сотрудничаем, и направили меня там. Да ты же спрашивал, можно нет потрудиться в деревне, как так, он фермер. спрашивал, но она, но она переобулась, так, грубо говоря, вот, и все, я не знаю, просто она вот так вот. Так, слушай, слушай, ты думаешь ехать, ехать за границу-то, ты поговори с бывшей, что, если ты меня не пропустишь, я тебе никогда не заплачу, мне нету, а там я могу отработать, года два я тебе все могу. Надо, надо вот, я хотел с вами посоветоваться, вот какой подход-то к ней найти, как, по во многом совете же, вот как. А вот ты скажи, так и так, меня приглашают в Испанию, и там работа есть, и там я могу заработать. Ну, представь себе, что если я года два проработаю, все равно у меня тысяч пять, то будет евро, а пять тысяч, это триста пятьдесят тысяч. На наши тугрики. И вот, ты можешь ее заинтересовать, потому что ты, то ей, то давать-то нечего. Она, если благоразумная женщина, она должна понять это. Да, благоразумная женщина, ну, дай бог, я, конечно, уже... Ну, Виталий, тебе надо сейчас себе ничего не говорить лишнего, не надо. Тебе надо, чтобы она смирилась, написала там документ, тебя, чтобы выпустили. И дальше будь честен в словах. Заработал элементы на сына. Да, она тратит, куда попало, это уже не твоего ума. Да, у меня сегодня крутится фраза весь день, безуменный нечестив, содержащий прелюбодейку. Ну, в общем, я тебе сказал, так, ты старался... Я понял, Игнать, ты... Никак не трогай ее, только молись. Молись, чтобы она тебя выпустила, иначе тебе тормознут на границе. Не, да, да, я буду этот вопрос решать, Игнать, Игнать Тихонович, он... Это вот такой вопрос, который без него никак. Два варианта, либо вот так она пишет, ну, то есть идет навстречу, и мы с ней, она мне помогает, либо второй вариант, через суд, чтобы открыли мне... Ну, в общем, так, помолись, а мы о тебе уже молимся, уже молимся. Спаси Христос, Игнать Тихонович. Да. Ну, то есть такая картина прям... Ну, хотя они благодарят, конечно, ваша система работает, Игнать Тихонович, то есть трудись, как будто так трудись, чтобы тебя еще раз пригласили. То есть я-то тружусь сейчас бесплатно, никто мне ничего не платит, но я, как бы вы меня научили, я утружусь, и все радуются, все благодарят, вообще так интересно. Ну, ты видишь, как я тебя спрашиваю от начала, сколько тебе заплатил батюшка Барабаш, и ты, говоришь, никак не ожидал. В разы больше заплатили, чем ты думал. И ты сумел туда и сюда посла, да еще и десятину заплатил. Видишь, как Господь тебя любит. Да, спаси Христос, Игнать Тихонович. Это благодаря вашим советам, вашему молитвам, и вашим... нянчились с нами, вот нянчитесь, спаси Христос. Ну, в общем, так, вопросы сейчас начинаются. Давай, Сергей, побуждай к вопросам. Побуждаю к вопросам. Можно вопросы? Сразу уже побудился. Игнать Тихонович. Вопрос-то. Три у меня вопроса абсолютно разного направления. Первый вопрос. В последнее время, ну, много очень изучаю, хожу в Срединский монастырь, в Библию читаем, и здесь тоже по скайпу, и Ветхий Завет отдельно читаю, и с одной стороны здорово, а с другой стороны какая-то определенная каша такая возникает, то есть Ветхий Завет чуть-чуть прочитал, потом чуть-чуть новый, потом новый из Матфеи, из Луки, из Марка, и такая вот, ну, как бы, не знаю, может быть, не так надо изучать, а как-то постепенно, какой у вас опыт в этом плане, вот как лучше изучать Писание, потому что слишком много у меня получается, и не вмещается просто столько всего. Так, подожди, я по голосу, думаю, это один говорит, а что-то не вижу его. Это Николай. Причтоняться надо. А! Кто это говорит-то? Николай Астахов. А, ты мне неизвестен. Ну, меня спрашивали, когда я в университетах вел занятия, ну, а где вы такую программу взяли? Так как их писать? Я говорю, а у меня нет программы. Как нет? Учителя вот каждый день, они пишут и пишут там, вот то-то, того-то спросить. Я говорю, я нет, у меня нет программы. А как вы? Да никак, я просто молюсь, и все. И Господь показывает. Ну, а хоть какая-то система? Ну, у меня книги вышли, 30 томов, открытым оком. В третьем томе есть пособие по изучению Евангелия от Марка. Я могу его сейчас тут выставить прямо. Каждый может скачать. По нему сразу группа составляется, как вести, как спрашивать. Ну, все абсолютно подробно рассказано. Ну, и местописание где? Вот этот трехтомник, ну, теперь какое место там указано в пособии в этом? То это место открывает тот трехтомник, в котором мы работаем. Это очень сильно. Ну, вот, тут вопросы-ответы. Вопросы-то как поднимаются? У меня в книгах 4124 вопроса и ответа. А ответы иногда на несколько страниц. Что Библия говорит об этом? Вот сегодня я на один вопрос вот отвечал. 138 мест Библии привел полным текстом. События дня запустил. Вот кто святой, кто не святой. Почему так? Святые, не святые, как Шевконов тихо написал. Здесь по-другому несколько. Кто святые? И где их можно увидеть, святые? Вот каждое место, сколько мест есть в канонических и не канонических книгах, я просклонял все это. Именительный подержи, зарядил поисковик, родительные, дательные, винительные, творительные, предложенные. Вот это на двух программах, на не канонические и общие канонические книги. А потом все на калькуляторе, ну я правда не калькулятор, так это вручную все. И вот тогда подсчитал сколько, ну кое-что пришлось выкинуть. Примерно так. Примерно, потому что слово святой относится к Богу. Я должен был заново прометелить, убрать о Боге, которое нужно только в множественном числе к людям. когда Бог называет, Библия называет людей святыми. К одному может сказать там святой, там кронштадтский, а то именно народ весь. Вот у нас тут называют это чад, содружество. Кто тут пришел-то? И мы можем заранее сказать, вот это святой человек, а как ты его знаешь? Вот я показываю об этом. Святые общины, святой весь народ, вся нация святые. так говорит Библия. И вот это, ну я подсчитал там тысячу тридцать, кажется, восемь раз встречаются. Это вообще Библия есть слово-то. А слово грех поменьше, кажется, на семнадцать. В этом тоже что-то есть. Да, грех не может превалировать в этом деле. Благодать все равно потопит его. Это по всей Библии. А это так важно, очень важно. Настолько важно, что люди даже никогда не задумались и не знают. А вопросы заданы. И чтобы их ответить, я несколько дней работал. Притом слова свои почти нигде не употребляю. Только местописание. Вот мне сейчас в интернете сегодня накидали вопросов через контакт. У меня в контакте страница, но я туда не захожу. Ну не нравится мне это время тратить. А администрация там берут и мне накидывают на наш форум. Кто зайдет, там увидишь мужчины, женщины. Одна зашла и я даже прочитать мог бы, как она говорит. о, два года, год назад в мае месяце я вас оскорбила. Я по телефону звонила. Я такая-то и себя показывает, можно обратно ей позвонить. И я ругала вас, несмотря ни на возраст на ваше, ни положение. Ой-ой-ой, что я делала? Я пьяная была в то время. Пьяная. И вот два года мне покоя никакого нет. говорит, я уже глаза выплакала. Простите меня, простите, что мне сделать, чтобы вы меня простили? Я говорю, я знать не знаю. Забудь. В русских пословицах наплевать да забыть. Ну, было там или не было. Я только заблокировал за последние месяцы шесть с половиной тысяч человек. На меня такая лавина идет. И нужды никакой нету. Желудок нормально работает, голова на плечах. Притом ни за что. Ни за что. Василия делали печку вот эту. что можно сказать? Я в саже. Матами кроет и все. То есть у них ничего нет. Демоны вырвались на свободу. Понимаешь? Увидеть женщину всякие гадости говорит. А у нас занятия идут, они видят. Ну, и что? За хвостом яму. Что сказать? Ну, вот я и говорю, как чтобы не забыть. Третий том открытым оком. Пособие для изучения Евангелия от Марка. И там как говорить, как спрашивать, сколько человек, на что обратить внимание, и медленно-медленно продвигаться вперед. Батюшке сказать, пригласить не пойдет, это никакой роли не играет. Он объявит войну, никакой роли не играет. Он будет там что-то отлучать, выгонять, никакого дела нету. Ты делай свое дело, а ты иди своей дорогой. Что тебе до того? Ты иди за мною. Вот это ответ, который Петр получил от Христа, когда он спросил об Яне, а он что? Что тебе до того? Иди сам. Не надо оглядываться. Мы проходили неоднократно, трудились, образовали общины, а попав тех, никого нету. Вот интересно как. Этот фильм, кажется, Златов из Потеряевки, у нас спрашивают три священника, такие знатные, такие популярные, и они на меня, вот я такой-то, такой-то, и все это съемка идет, на большие такие, бобины огромные, ну как фильмы-то раньше были, и все, ни одного нету нигде, а все они барнаульские, здесь же были, ни одного нету, все померли, и померли, до моего возраста ни один не дожил, а уж у них за плечами там и курорты с салоград с маслом, все есть, а у Бога другой счет идет, тоже к слову сказать, доверься Богу, так, еще что вопросы? Вопрос не совсем в этом был, у нас банков занимается два раза в неделю, потом еще другой батюшка занимается там подеянием апостолов мы проходим, еще я с вами изучаю, еще отдельно сам читаю ветки заветы новой, и вопрос в том, как бы, как лучше по вашему разумению может быть на какие-то занятия не ходить, или продолжать ходить на все, просто не вмещается в мою голову все то, что я получаю, вот вопрос в этом. Мы раньше у нас были занятия три раза в неделю по два часа, никаких пропусков, три раза в неделю, значит, по порядку проходим по толкованию блаженного фипилактора, отдельное занятие было по откровению Иоанна Богослова, и отдельно третье занятие противосектантское, как беседовать с разными еретиками сектантами, на разные вопросы, то есть очень широкий такой диапазон был, все это сгодилось, а пропускать высчитывать зачем? Ну, может быть, работ не позволяет, тогда конспекты другие бери, какие люди там есть. Тут это начал, а если два человека, уже хорошо, два, не один, а два, уже хорошо, а дальше начинаешь работать, приглашать на занятия, надо знать где, чтобы недалеко было ездить, вот обычно как-то делают, там позанимаются, а потом чай пить, там то другое, у нас никогда этого не было, мы заранее выходя из дома уже были сытые, ни на что не тратили время, у нас никогда этого не было, а в Москву приезжали, там собирались, в первый же день люди собирались, уже мы раз приехали, звонили, и комната, где останавливались, вся набитая будет, это очень интересно, я говорю, вы только не думайте, что-то такое, ну, ценное, обыкновенную картошку в мундире сварить, если уж так-никак, а они засмеялись, говорят, так у нас картошка, это дефицит как раз, ой-ой-ой, картошки даже нету, вот я даю вам программу, вот надо сейчас не забыть, как только закончим, я сразу тут же выставлю, файл прилиплю. Игнатий Тихонович, а может вот сейчас закончится Евангелие, а и вот противосектантское может Сергей вот зарядит, интересно бы было? Не знаю, не знаю, тут вопросы разные будут, о иконопочитании, о священстве, о церкви, это второй том «Открытым оком». У меня серия этих книг, их 33 тома, но 3 в интернетной версии, а 30 в бумажном варианте. Каждый том 752 страницы, 64 страницы фотографий, 30 томов. Больше сейчас занимают мои проповеди, а дальше вопросы-ответы. Книги это неоткуда взяты, а просто наработка. И вот там на все, на это дается ответ. Как беседовать с еретиками и с сектантами? Вот они спрашивают, а почему младенцев крестите? Мы должны ответить. Вот. А что это означает? Вот сейчас она пишет, а почему вот у вас там то, другое, там молитесь Богородице, святым, да еще мощи? Почему? Ну, какой ответ дать? Я отвечаю, потому что мы православные, а не еретики. Все ответ дан. Вот если разумный человек, он уже поймет. А нет, ему и не надо это. Я вижу, что это еретик, зашел сектант. И какое имя у Бога отца? Это свидетель Егова всегда спрашивает. Какое имя у Бога? Да тебе зачем это? Вопросами он старается меня прощупать. Я говорю, Егова? Пишу все места Писания. Егова, это переведено у нас Господь. Более 7 тысяч раз слово Егова в Библии, в оригинале. А у нас ни в одном богослужении ни разу за тысячу лет не произнесли. Прославлю имя твое. Имя, имя, имя. А имя и нету. Хотя слово Егова Феофан Затворник говорит все-таки неправильно. Говорят. Главное, Яхве. Ну, не будем спорить. Иисус-то, Ешуа. Ну, не будем же на молитве говорить Ешуа. Так уж? Дошло до нас Иисус через Грецию. Ну, и будем Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Я тут и Ешуа я не могу вставить. Мир вам, братья. Это роман в роликах. Владимир Тихонович, вот вопрос у меня по поводу, вот, когда говорят женское поведение, там, вот у меня как бы такой диссонанс знаний, что когда говорят тоже любители, там, животных, правильно говорят, называют там собакой, обзывают, разве плохое животное, зачем называют, как бы, ну, подразумевают, что это плохо. И так тут тоже. то есть, сам Адам, вот, в начале, когда согрешили, это Адам и Ева, тоже же он солгал. Сказал, что пытался оправдаться. то есть, он... А где он солгал? Ну, оправдаться попытался, говорит, что жена, которую ты дал мне, она дала мне. Ну, все, тут он сказал правду, что Бог дал ему жену, и он ее не просил, и жена его соблазнила, он ответил правильно, он не солгал. Ну, не то, что не солгал, пытался оправдаться, то есть, не стал каяться. А сейчас это называют такое поведение женским. Мы не знаем, оправдывался он или прояснялся обстановку. Тут мы можем два варианта сказать. Ну, не покаялся. Покаяния нету, покаяние придет после. Не попросил прощения. Ну, да. Вот, а сейчас это такое поведение называют женским, хотя первый не покаялся. Адам, потом уже за ним уже Ева не покаялся. Уже Господь потом спросил с Евой. Да. Вот, поэтому вот как так относиться к такому выражениям, когда говорят женское поведение, такие, ну, как стереотипы такие, и, мне кажется, негатив такой, как вы правильно говорите, что, Никита, женоненавистничество такое вот появляется. Я не знаю, зачем вам отвечать. Вот, я беседую с мусульманами, у меня три слова табу, запретные. Я никогда не говорю Аллах, Коран, Мухаммад. А он подставляет, спрашивает, какой последний пророк, я говорю, последний пророк в воды, 12 глава Апокалипсиса, Еноха и Илья сойдут. Они дальше не знают, что говорить, они ничего не знают. Он начинает, а вот написано Сура, а я там, но у меня 18-й том, весь посвящен разбору всех. Всю, весь Коран я разбираю во свете Библии, сравниваю с Библией. Трудно насчитать, до буквы, до одной, где больше, где меньше. Мне это не в странность какую-то, но, однако, Ему я начинаю сразу говорить, а вот смотрите, вы признаете Иисуса-то вот так? Вот теперь смотри, что написано, 5.24, считаем, считаем Деяния Апостола, 4.12, нет другого имени под небом, данного человека, нет, которым надлежало бы нам спастись. Он там свое говорит, а я послушаю, и дальше опять, я послан проповедовать Евангелие, а не Коран опровергать. Я должен говорить о Боге и Егове, а не Аллаха обвинять, что он не такой. Притом, это самая конструктивная программа, я его даже не настораживаю, они свободно со мной беседуют. И вот, видели, мы в доме Мулы беседуем, жена его, и он стоит рядом, там еще кто-то, мы заехали в Азербайджане, Баку, ну и все. Я должен говорить о Боге, о Христе, о Его искупительной жертве, о крещении Духом Святым, о слышании слов Господних, о перемене жизни, о возрождении свыше. Я должен это сказать ему, сказать, и увидеть, как он реагирует, и насколько далеко я могу его провести. Проси Христос, это тихо, понятно. Я советовать это каждому могу. Во-первых, ты послан для этого, это точное назначение, идите и проповедуйте Евангелие. И это теперь ему показал, и чтобы глазами он просчитал. Этого достаточно. Со всей серьезностью говори о вечном мучении. У них эта тема очень сильно развита. Я говорю о мусульманах, если коснется. А тут жена-ненавистник да все глупости. Найдется такая, хмурит, что он даже и не узнает. И потом только будет ахать или сбежит ее, несчастную бросит. Это никуда не делось. Все при тебе. Я таких видел, когда монахи женятся, иеромонах, даже священник будущий. Близкий у нас был человек тут, и все, сейчас передают, уже женился. А это уже жена его незаконная. Брак его никто не будет венчать, то есть он впал в самый настоящий блуд. А блудники не спасутся. Давайте помолимся. Достойно истеково истинно Блажитетя Богородицу Пресновлаженную и пренепорочную и Матерь Бога Нашего Честнейшую Феруим и Славнейшую Бессовиде Серафим Безыстения Бога Слово Родшую Сущую Богородицу Тебе величаем. Проверьте, сигналите. Господи Боже, любящий наш Отец Небесный, во имя Господа нашего Иисуса Христа просим, прими нашу молитву благодарения за этот прекрасный вечер, за слово Твое, что труженики Твои сохранили слово, перевели на понятный родной язык. Слава Тебе. Господи, эти слова, какие мы слышали из Евангелия, закрепи в нашем сердце всякое тщеславие, гнев, что неугодное Тебе, истреби из нас, саделай нас воистину святыми Твоими, избранными Твоими, и даруй духовное рождение всем, патриарху, епископам, священникам и пастве, и сохрани правителя от покушения на них, и открой мы истину и страх Твой дай им. Тебе, Боже, хвала, Тебе слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Не хватает Виктора песнопения в конце.